Последний звонок в профессиональном юридическом колледже Национального университета Одесская юридическая академия. Свыше 130 студентов получили диплом младшего специалиста. За три года обучения выпускники получили не только хорошее образование, но и новых друзей. Помимо учебы за партой, молодые люди могли развивать свои способности в научной, спортивной и культурной сферах. На торжественном празднике последнего звонка президент Национального университета Одесская юридическая академия Сергей Кивалов, поздравляя студентов, пожелал в первую очередь не терять желание и стремление получать новые знания. К слову, после окончания престижного колледжа большая часть студентов уже окончательно решила, что продолжит обучение в Одесской юрокадемии. Естественно, что все выпускники, во всяком случае, они подали все заявления именно в Национальный университет юридической академии. Они будут зачислены на третий курс юридической академии по разным факультетам и с 1 сентября 2021 года они будут у нас являться студентами. И мы их ждем, потому что это сильные студенты. Они узнают традиции, обычаи, они профессионально подготовлены. Но они прошли два курса обучения. Это студенты уже третьего курса. Юридический профессиональный колледж – хороший пример системы непрерывного обучения. школа, колледж, университет. Учащиеся школ, получив базовое среднее образование, не теряют время за школьные парты, а заточенные на будущей профессии приходят в колледж за специальным образованием, имея впереди хорошие перспективы. Успешно пройдя обучение в колледже, выпускники становятся студентами сразу третьего курса Национального университета Одесская юридическая академия. Я убедился еще раз, что это хорошая система образования. Вначале это младший специалист, бакалавр, магистр, аспирант и докторант. Но вот то, что касается подготовки, она себя полностью оправдала. 20 лет назад мы создавали, сначала это было юридическое училище, потом юридический колледж. Сегодня фаховый колледж в соответствии с законом. Все мы знаем, что сегодня очень много вопросов о закрытии колледжей, системе колледжей Украины. И благодаря Сергею Васильевичу Кивалову мы сегодня працюем и маем возможность дать участие, дать студентам знания в хороших условиях. Мы можем увидеть, что у нас очень хорошая материальная база, это также все благодаря нашему президенту академии Сергею Васильевичу Кивалову. Он все створяет условия для того, чтобы студенты чувствовали себя комфортно, в затяжке и знали, что их мы завжди поддерживаем. Из стен учебного заведения выходят всесторонне развитые молодые люди, многие из которых участники научных конференций, победители олимпиад, призеры соревнований, всеукраинских конкурсов, обладатели спортивных наград. Получив специальное образование и будучи нацеленными на избранную специальность, юноши и девушки во всем опережают своих сверстников. К примеру, выпускница Александра Завольнюк сдала ЗНО по английскому языку на 200 баллов. На самом деле, действительно, без юридического колледжа, думаю, я бы не получила настолько высокий результат, потому что действительно у нас наши преподаватели, они профессионалы своего дела и у нас действительно очень сильная языковая подготовка, которая помогает сначала сформировать общее понимание. Каждый преподаватель индивидуально подходит к студентам и смотрит на пробелы, которые есть в знаниях студента. И уже потом, на следующий год, мы начинаем учить профессиональный английский наравне с обычным, и это помогает формировать максимально полноценное знание языка. Сегодня последний звонок в юридическом колледже, третий курс выпускается. Наверное, большинство ребят этого так долго ждали, потому что вот только недавно мы поступили, 18-й год, мы стояли на этом же стадионе, и сегодня уже последний звонок, мы выпускаемся, крайний раз надеваем эту форму. И не верится, не верится в том, что мы уже выпускники юридического колледжа, и мы переходим в академию. Ну, большая часть, я думаю, перейдет в академию получать высшее образование. Мы поступали еще со всеми маленькими детьми, можно сказать, нам было там по 15-16 лет. Сегодня выпускается, уже видно, что все взрослые, уже взрослые мужчины, мы будем поступать. В основном вся группа даже вот переходит у нас в академию, организовывается даже, вот группа переходит прям целиком на факультеты, и буду там учиться в таком же составе. У меня самые только положительные эмоции. Я очень рада, что я ушла после 9-го класса и поступила именно в юридический колледж. Очень хорошие преподаватели, всегда найдут подход, очень хорошие ребята, одногруппники. В общем, мне все очень понравилось. Дальше планирую поступать в академию, потому что, ну, ОИА – самое лучшее просто. По традиции на торжественный последний звонок приходят целыми семьями. Родители рассказали нам, что выбор колледжа – это в основном решение их детей, которое оказалось правильным. Сегодня такой праздник, очень волнительный для родителей, для детей. У нас все получилось, детки выступали, танцевали, мы рады очень. Следующий путь у нас будет академия. Я дала ей выбор, говорю, ты хочешь, ты иди учись, куда ты хочешь. Как бы я не заставляла там, потому что я сама учусь в мединституте. Я хотела, конечно, поддержать нашу династию, чтобы дочь тоже была врачом. Но она сказала, нет, мама, я буду юристом. Три года были по-разному. Ну, конечно, были сложности, были удачи. Я очень благодарна и академии, и колледжу, что все-таки мы решили, все-таки мы поступили, закончили. И надеемся, что мы будем продолжать юридическую академию. Сами же студенты рассказывают, что ни разу не пожалели о своем выборе. Впереди новый этап взрослой жизни, который начнется в стенах Национального университета Одесская юридическая академия. Мне всегда еще в школе нравилось такое направление. Все началось с предмета права в восьмом классе. И с тех пор им очень сильно понравилось, знала, что есть юридическая академия. Я не знала, что есть колледж, но потом, когда увидела рекламу, афиши, сразу решила, что точно пойду туда и без задних мыслей. Эмоции просто потрясающие. Я безумно ждала этот день. И я вообще благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за такое учебное заведение, которое оставило очень большой след в моей жизни. И как направило меня на верный путь, я знаю, кем я хочу стать в будущем и знаю, где я окажусь через полгода. Совсем скоро профессиональный юридический колледж Одесской юракадемии откроет свои двери для новых студентов. Стоит отметить, что выпускники девятых классов могут поступить в учебные учреждения без ЗНО и вступительных экзаменов, а только по результатам аттестата. Кроме того, поступить в колледж также можно на базе одиннадцатых классов, в случае, если абитуриент по каким-либо причинам не сдавал ЗНО или не набрал достаточное количество баллов. Такие студенты учатся в колледже всего два года, а затем становятся студентами третьего курса Одесской юридической академии, выбирая любой из факультетов. Отметим, что прием заявлений и документов для поступления начинается с 29 июня и закончится 13 июля в 18 часов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...